доброго времени суток всем с вами лариса и сегодня я хочу немножко показать вам стамбул куда я ездила чтобы получить свой загран паспорт и конечно же в этот раз мне очень хотелось попасть в цистерну базилику потому что в мои предыдущие приезды она либо была закрыта либо у меня не хватало на нее времени но об этом чуть-чуть попозже а пока любуйтесь стамбулом и в этот раз мне посчастливилось побывать еще в галатопорце это поистине грандиозный проект стамбула открытый задержками строительства из-за пандемии осенью прошлого года то есть в двадцать первом году и я совершенно там случайно сказалось но случайности не бывает на территории порта открыты магазины кафе смотровые площадки даже два музея и пропускная способность этого порта 200 судов либо полтора миллиона пассажиров в год и одновременно он может принять три судна и 15 тысяч пассажиров а вся административная часть находится под землей и это четыре этажа и это на берегу босфора и вообще я поражаюсь и удивляюсь восхищаюсь турками как они воплощают жизнь за короткие промежутки времени грандиозные проекты а а а а а и вот я пешком дошла до голубой мечети либо ахмед султан джами и здесь же недалеко располагается цистерна базилика либо подземное водохранилище поэтому и на турецком языке название звучит как ери ботан сарны джи подземное водохранилище а цистерна с греческого также переводится как водохранилище воду данных цистерн использовали при засухе либо при осаде города и на территории современного дворца топ копы найдено было более 40 таких цистерн для накопления воды а строительство этой цистерны было начато еще при правлении капит константина первого в начале четвертого века и закончилась уже при и стене они в 1532 году а эта цистерна может накапливать до 80 тысяч кубов воды и ее сводчатый потолок поддерживают 336 колонн в 8-метровой высоты большая часть этих колонн была взята из античных храмов поэтому они отличаются друг от друга некоторые состоят даже из двух деталей а у двух колонн в основании голова медуза горгоны и они перевернуты как предполагается для того чтобы никто не окаменел глядя на них одна колонна заметно отличается от других это колонна слез или плачущая колонна на ней высечен орнамент напоминающие глаза по которым стекают слезы и колонна всегда влажные по легенды это слезы тех рабов которые погибли при строительстве цистерны после захвата константинополя в 1453 году османове водохранилище использовались для полива садов дворца топ копы ну а позже когда появились водопроводы необходимости в накоплении воды уже не было и поэтому она была загрязнена и заброшена до 1553 года а также потом дальше проводились небольшие очистные работы в начале восемнадцатого и начале девятнадцатого века но цистерна все же не использовалась по своему предназначению есть легенда что в наше время цистерну нашли случайно кто-то заинтересовался как из-под полов вылавливают местные жители рыбу в 1987 году цистерна базилика была открыта как музей но только в июле этого года то есть 2022 году она после длительной реставрации была представлена в полном объеме и конечно же цистерна выглядит более впечатляюще благодаря красивой подсветки которая появилась после реставрации а заканчиваю я свой рассказ у фонтана напротив собора святая софия и приглашаю вас свой инстаграм там больше видео и фото ставьте лайки и не забывайте подписываться мне приятно будет с вами пообщаться до свидания всего вам доброго